я бы хотел ввести как понятие то что можно назвать словом заражения хотя у этого слова могут быть и другие маски заражение я беру напрямую из работы льва толстого что такое искусство где он как известно развивает свою теорию заражения и надо сказать что эта работа долгое время интерпретировалась чисто психологически и одним из первых таких интерпретаторов был лев семенович выгодский который заражение интерпретировал как передачу эмоций от автора к читателю от художника к зрителю и надо сказать что ход рассуждений толстого зачастую дает основание для такой интерпретации потому что толстой как человек 19 века обладал и языком своего времени и естественно этот язык в основном носил характер психологических теорий тем не менее уже в самой работе толстого мы видим совершенно иное отношение к проблеме заражения и это не прошло мимо внимания читателей его времени особенно западных читателей некоторые из которых напрямую зафиксировали что толстой рассматривает искусство как инфекцию и так ключевое слово в заражении это инфекция инфекция это совершенно иной способ передачи информации передачи опыта передачи знания передачи которая уже не передача а взаимодействия когда мы сталкиваемся с инфекцией конечно мы сталкиваемся с инфекцией в момент когда возникают эпидемии эпидемии это не просто важное для девятнадцатого века слово собственно говоря наука эпидемиологии начинает развиваться в девятнадцатом веке и инфекция становится очень важным моментом понимания того что есть болезнь конечно есть целая история эпидемий связанная с с разного типа заражениями чумой или холерой которая известна на протяжении многих веков в европе но здесь я бы хотел обратить внимание на скорее на то что называлось психическими эпидемиями то есть когда заражение происходит не через контакт на прямой контакт с болезнью когда болезнь сама себя не являет когда непонятно почему вдруг возникают пляски святого вита или в россии очень популярно было среди эпидемий кликушества например это все часть того что как действует инфекция и что не подпадала в режим рационального объяснения или научный разум не знал как это объяснить в девятнадцатом веке возникла идея вакцинации и для таких болезней как чума или холера были придуманы вакцины и в частности это говорило о совершенно другом способами отношения к болезни которую нельзя уничтожить а надо с ней жить между прочим это очень близко уже и логике психоанализа который учит нас что невроз это не то что надо уничтожить а то с чем надо научиться жить то есть мы замечаем что у инфекционной логики есть свое свое развитие и вот психическое заболевание оно так или иначе как ни пытались не могли выделить этот инфекционный элемент и толстой фактически пытается показать что таким инфекционным элементом по крайней мере в культуре является искусство то есть для него искусство то что проводит логику заражения людей то что создает ситуации общности потому что заражение возможно не только не просто от одного человека к другому заражение возможно когда уже сформированы достаточно большие общности людей и вот искусство по толстому оно действует как инфекция только тогда когда оно объединяет людей не разъединяет а объединяет в этом кстати это он называет христианским в искусстве и что это значит что это значит что это значит что заражение выполняет только лишь функцию объединения людей и никакую другую это значит что минимум искусство находится там где готова сформироваться общность то есть вся критика толстого критика шекспира вагнера в этой работе что такое искусство бадлера они заключены в том что это искусство направлено на интеллектуалов эстетов на узкую группу людей но не на общность которая имеет в себе определенный тип тотальности вот это важно толстому чтобы заражение было универсальным чтобы присутствовала тотальность в принципе в каком-то смысле можно говорить что инфекционная логика она действует как стихия как то что не ограничено как то что он превышает возможности восприятия субъекта как то что заражает нас помимо нашей воли как это и происходит в случае конкретных эпидемий а эта логика нам хорошо известна именно в двадцатом веке двадцатом веке именно этой логике соответствует логика голливуда например его логика одновременно тотальности массовости и универсализма образов которые должны быть понятны каждому и не должны ни в коем случае создавать для себя для себя локальных аудиторий к чему стремится искусство в традиционном его понимании в этом смысле можно сказать что заражение которое вводит толстой оно может быть интерпретировано анти психологически как определенный социальный элемент инфекционный элемент жизни внутри социума то есть это действие жизни внутри социума это то что он противопоставит просто противопоставляет любой сложности и изысканности произведений для ценителям в качестве тех культурных объектов которые не имеют автора и даже не могут назваться произведениями то что он противопоставляет это прежде всего народное пение или как он говорит пение баб когда я слушаю и не могу не включиться в танец это идеал искусства по толстому но это одновременно в каком-то смысле можно рассматривать как эффект массовой культуры которому мы всегда относимся с легким сомнением или недоверием или критически лелея в себе свою уникальность